Вчера в Москве состоялся саммит ОДКБ. Надо признать, что в этот раз в очном формате, что очень важно для того, чтобы чувствовать плечо партнеров, особенно в этой напряженной ситуации, которая складывается в мире. И в том числе говорилось о взаимодействии по внешнеполитической линии, о том, что на международных площадках голос и позиции организации должны быть слышны. И в том числе нужно совместно реагировать на расширение НАТО, планируемое вступление Швеции, Финляндии. Вот вы сегодня, я уже прочитал, очень метко выразились, что в этом плане сейчас у России развязаны руки. Вот как вы считаете, какие меры совместного реагирования здесь может быть, что предлагает Россия своим партнерам? Мы должны пока делать выводы относительно единства рядов НАТО. Нужно дать им возможность всем выговориться, потому что, как оказалось, членам этого альянса, который всегда подчеркивал свою, как они называют это, солидарность, хотя они искажают смысл слова, есть что сказать друг другу. И вы посмотрите, нас много лет убеждали в том, что это союз единомышленников, что они сближаются друг с другом исключительно потому, что у них есть общность интересов, общность идеологии, общность подхода по ключевым вопросам, и при этом они отличаются от всего остального мира, который не дорос до этих высоких стандартов. Вот это то, что они о себе говорили, и то, что они называли такой солидарностью, которая имеет высоко цивилизованные, так сказать, основы. Вот сегодня мы видим, насколько высоко цивилизованы эти основы. На самом деле оказывается, что они, в общем-то, по большому счету недалеко ушли от варварства, исходя из того, что исповедуют. А это культура отмены, это агрессия, это все виды фобий, которые только можно придумать. А второй момент, что никакой солидарности-то и нет, и общности взглядов, и единства. Причем у этого выражения есть две грани. Первое — нету единства в их собственных рядах. И ведь это же не просто различие, это очень важно и интересно, не просто различие в видении перспектив развития. Ну, это нормально, такое может быть. Нет. А это претензии друг к другу, граничащие с ненавистью. Смотрите, какие высказывания они допускают в отношении стран-членов Альянса на протяжении, нет, не последнего месяца или недели, а последних лет. То у НАТО умер мозг, то это организация, которая сама себя исчерпала, то, оказывается, в рядах членов есть страны, в руководстве которых находятся экстремисты и террористы. Это оценки членов НАТО непосредственно. А второй момент, ведь, посмотрите, нет единства между политическим истеблишментом, политическим руководством этих стран и народом. Ведь сейчас те решения, которые принимались, они выдаются за решения свободолюбивой Финляндии и Швеции, а на самом деле они являются втягиванием этой страны в НАТО. И отнюдь не зиждется, не основывается на мнении населения этой страны. И тут есть несколько просто очевидных доказательств, фактов. Во-первых, это постоянные за последние годы просто такие, знаете, программы вовлечения, втягивания этой страны, этих стран в сферу ведения альянса. В том числе через другие интеграционные структуры и механизмы, через просто запугивание, через угрозы, через вовлечение в санкционную орбиту, даже несмотря на то, что такого изначального посыла у стран не было. И по многим другим параметрам тоже было очевидно, что страну просто втягивают. Ну и, конечно, работа с общественным мнением, бесконечные истории про мнимую российскую угрозу, то всплывающие российские подлодки, которые потом оказывались либо какими-то там буями, либо кусками от старого судна, либо несуществующими русскими хакерами, которые бороздят натовское пространство. То есть вот такими нехитрыми приемами формировалось общественное мнение, но оно все равно не дало нужного результата для Вашингтона и для НАТО. Оно не проголосовало изначально за то, что меняет этот курс. Курс отказа от неправитета – это курс навязанный. Это навязываемый курс много лет. Поэтому это очень интересная сейчас ситуация, которая должна, мне кажется, еще развиваться сама по себе и без нашего на то какой-либо реакции. А что касается выводов, которые все сделали, мне кажется, многие страны или высказались, или были однозначны и до этого. Это действительно меняет геополитические реалии. Это смена серьезнейшего такого аспекта в европейской, а давайте будем говорить и целиком, и в евразийской, и в мировой диспозиции. Об этом говорила Россия, об этом, естественно, говорили эксперты на пространстве и азиатского региона, ну, и буссайская пространство сама по себе. Поэтому все должны быть готовы к тому, что изменения в балансе сил потребуют соответствующей реакции. Это очевидно. Это законы физики, законы политологии, в данном случае, или геополитики, они здесь, в общем, очень похожи. То есть, Мария Владимировна, правильно ли я вас понял, что, как вы считаете, вот это расширение, возможное НАТО, это в том числе во вред самому НАТО, и это, как минимум, подорвет эффективность внутри альянса? Это их внутренняя история еще отнюдь не решена. Те процессы, которые там запускаются с момента начала активной фазы втягивания двух ранее нейтральных стран, эти процессы, они только запускаются. Давайте насладимся моментом, давайте посмотрим, почему приведут эти внутренние процессы для как стран-членов, для самой организации. Она демонстрирует отсутствие самого главного, единства помыслов, единства, не знаю, мнений, солидарность, потому что солидарность не может быть навязанной. А в данном случае мы видим, как во всех смыслах этого слова решения продавливаются именно силовым методом. Возвращаясь к вчерашнему саммиту в Москве, хочу упомянуть один тезис, который фактически звучал рефреном во всем выступлении главы белорусского государства Александра Григорьевича Лукашенко. Он, в частности, говорил о единстве, и что этого единства и внутри УДКБ, надо признать, недостаточно. Вот с вашей точки зрения, действительно ли есть какой-то вот в данный конкретный момент кризис единства и сплоченности в наших уже рядах? Вы под нашими рядами что имеете? Я имею в виду УДКБ, союзников Беларусь, Россию и наших союзников непосредственно. Ну, не знаю, я... Здесь очень сложно сказать. Я не хотела бы комментировать заявление президента Беларуси. Я, наверное, скажу в общем. Здесь, по-моему, мы проявляли, как страны-члены и как организация единства в практической плоскости, буквально недавно, это видел весь мир, события в Казахстане, драматические события, именно усилиями УДКБ, вернулись к нормальному течению, пошли в мирное русло. И в данном случае без единства, без сплоченности и настоящей истинной солидарности, самое главное, не ложности посылов о мире и стабильности, которые являются главными для УДКБ, ну, мне кажется, здесь все было очевидно. Что касается единства нашего как союзного государства, ну, мне кажется, те договоренности экономического плана, которые определяют наше развитие, тоже говорят о многом. Это и есть в практическом плане единство, опять же, объявленное не на словах, продемонстрирование желания и воля, подкрепленное волей и желания к действительно укреплению этого единства. Или, не знаю, как-то в большей сплоченности, еще раз, не на каком-то таком исключительно идеологическом уровне, а на практическом, когда действительно у этого есть и базис, и перспективы, и так далее. Если говорить о двусторонних контактах, они активным образом развиваются у стран-членов ОДКБ, как в интересах собственных стран и народов, так, собственно говоря, и в общую копилку этой организации. Тем для и обсуждений практической работы предостаточно. Это и вопросы безопасности, это и вопросы реакции на вот те новые реалии, с которыми мир сталкивается, от логистики до... Ну и дальше уже называйте, сколько хотите тем, потому что все они так или иначе увязаны и с вопросами безопасности. Поэтому жизнь ставит перед нами, как членами организации, новые задачи, новые вызовы. Это еще один фактор для сплочения, конечно. Что касается Белоруссии и России, согласен с вами, это бесспорно наше единство и союзнические отношения. Просто, ну, лично у меня, по крайней мере, складывается иногда ощущение, что наши две страны, вот в данной ситуации, на фоне этих беспрецедентных санкций, давления Запада, ну, фактически борются с этим в одиночку. И если имеют поддержку наших непосредственных союзников, то иногда это происходит просто на словах, если происходит вообще. Вы ошибаетесь. Я вас в этом могу заверить. По целому ряду причин, и могу даже привести конкретные аргументы в защиту своей позиции. Просто всегда хочется больше. Всегда хочется больше поддержки от тех, кому ты веришь, кому ты раньше помогал, с кем ты дружишь. Всегда хочется больше. Это естественное желание, особенно, когда наступают непростые времена. Но при этом я могу сказать, что, конечно, говорить о том, что мы остались одни, ну, это невозможно. Нет, если жить в парадигме того, что весь мир — это и есть 30-40 стран, НАТО, Евросоюза, и те, кого к ним примкнули, удивительно же, но сейчас надо говорить именно так. Не примкнули изначально самостоятельно, а когда это происходит путем просто какого-то такого силового давления и такое насильственное вовлечение в орбиту. Если мы говорим о том, что весь мир — это только эти страны, ну, наверное, но весь мир — это не только эти страны, и далеко не все эти страны, а намного больше стран и государств, которые уже имеют достаточно опыта исторического, даже в новейшей истории, для того, чтобы понять, что происходит, и заняться взвешенную, отвечающую и собственным интересам, и, опять же, работающим на общий мировой интерес, позицию. И об этом говорят наши контакты. Вот сейчас Сергей Человров, министр иностранных дел России, был с визитами в Ближний Восток, Север Африки, Алжир, Оман, провел переговоры и встречи в рамках заседания СМИТ СНГ в Душанбе, который проходил. У нас нон-стопом идут переговоры в Москве, сюда приезжают представители различных континентов, стран, государств, объединений и так далее. Нет, не означает, что они не видят сложности ситуации в регионе, это говорит о том, что они прекрасно понимают, что вот эта политика исключительности Соединенных Штатов Америки и желание их стать во главе всего мира и править просто без опоры на право, а просто исходя из собственного представления о правилах, что это тупиковая история. И об этом говорит и новейшая история, и история даже того же самого XX века. Поэтому здесь я с вами не соглашусь и провела, собственно, аргументы. И я хотела бы также отметить, что мы не единственные страны, которые испытывают на себе санкции. И это не только, опять же, Венесуэла, Куба и так далее. Простите, но из, опять же, новейшей истории, хотя, например, Куба много десятилетий уже находятся под американскими санкциями. И вы посмотрите, как меняется отношение США к Кубе в зависимости от той политической конъюнктуры, которая для них важна на каком-то историческом этапе. А Венесуэла, в отношении которой не только ввели санкции, а не мне вам рассказывать, избрали якобы, назначили неизбранного лидера, назначили его всем руководителям государства, считали возможным с ним иметь дело принимать его в Белом доме, я сейчас про Куайдо говорю, а они при этом не хотели иметь ничего общего с настоящим избранным руководителем Венесуэла, Мадуро. Ну, я думаю, что не мне вам рассказывать, что это такой же хорошо отработанный трюк Соединенных Штатов Америки. Вы посмотрите, как в одну секунду вдруг случилось с Вашингтоном прозрение, когда делегация из Вашингтона была срочно направлена в Венесуэлу, когда, так сказать, вопросы энергетики, энергоресурсов стали перед западным миром в полный рост. Но я хотела даже сказать о другом, что в новейшей истории один из ярчайших примеров вот такого санкционного давления — это Китай. Вы вспомните, когда была попытка, в том числе используя внутреннюю ситуацию, и завне раскачать китайское общество, события на площади Тиняньмы, когда, опять же, коллективный Запад улюлюкал и поддерживал вот эти деструктивные процессы, а Китай отстоял свое право на суверенитет, независимость и собственное развитие, ведь в отношении Китая были приняты санкции, и санкционные списки, и ограничительные меры, и так далее, и так далее. Но история сегодня подтвердила абсолютную правильность принятых в Пекине тогда решений, которые дали сложно. Ну, это понимают все, кто знает и Китай, и ту ситуацию. Ну, это были абсолютно правильные решения, которые обеспечили сегодняшнее экономическое развитие и международное положение Китая. Ну, я просто хочу привести пример, что ведь это же сейчас забылось все, и Соединенные Штаты не вспоминают об этом, но это все было. И вот, как я это называю, подход их к очередному снаряду тогда было очень серьезно в отношении Китая. Поэтому не нужно думать, что мы проходим что-то новенькое. К сожалению, это все уже отрабатывалось. Вопрос только в том, насколько у каждого государства и народа хватает силы, силы воли и духа, терпения это все преодолевать. Ну, и, конечно, достоинства. Еще такой вопрос, Мария Владимировна. Вот Запад и, в первую очередь, США, потому что мы понимаем, что вся эта история и с санкциями, и с конфликтом в Европе, она выгодна прежде всего США, чтобы и ослабить Евросоюз, и оказать давление на Россию, как говорится, два в одном. Здесь еще и Беларусь заодно зацепить. Тем не менее, не видно пока желания со стороны Запада сесть за стол и о чем-то конкретно договариваться. Это подтверждает и то, что Украина фактически вышла из переговорного процесса. Мы же понимаем, что это не Украина вышла, а, опять же, их западные хозяева так решили за них. И вот как вы считаете, можно ли нынешнюю ситуацию сравнить с Карибским кризисом 1962 года? Я поняла. Я хотела бы просто сказать, что для того, чтобы договариваться, нужно просто помнить в уме о том, что речь идет о равноправии. Договор предполагает общение и выработку, ну, не знаю, консенсуса, точек соприкосновения, компромиссов. А коллективный Запад, в первую очередь Соединенные Штаты Америки, еще раз повторю, назвали себя исключительными. Крупнейшие экономики мира просто присягнули любому, даже разрушительному для них, приказу из Вашингтона. Они привыкли, что могут безнаказанно вмешиваться во внутренние дела крупнейших, опять же, западных государств, выбирать или влиять на волеизъявления граждан, просто формируя политическую повестку этих стран, не знаю, заниматься недозволенной и противоправной деятельностью, от прослушки до взломов. Примеров огромное количество. Вот, пожалуйста, та же самая Германия, как они прослушивали мерки и так далее. Они могут себе позволить себя. Они к этому привыкли, поэтому договариваться – это что-то не из их лексикона. Это что-то, что они уже давно не практикуют в отношении со своими, как они называют, союзниками. Поэтому здесь нужно это понимать и ровно относиться к этой проблеме с этой точки зрения. Насколько они являются договороспособными, учитывая, что во многом навык договариваться они утратили. И во многом они утратили его из-за слабости и невозможности оставить собственные национальные интересы их же союзников в виде стран Европейского Союза. И, собственно, вот мне кажется, в этом и суть ответа на ваш вопрос. А что касается параллелей с различными историческими событиями, можно найти много общего, а можно найти много различий. Так всегда бывает в истории. Конечно, ситуации разные. Хотя, кстати говоря, сейчас неплохо было бы напомнить, учитывая, что тема ядерного оружия для Запада является очередной возможностью для провокаций информационных, политических, в сфере безопасности. Я хотела просто напомнить всем, что раз вы затронули те времена, я вот недавно обновила свои познания в этом вопросе. Помнишь, была такая операция, ну, по крайней мере, планы проведения операции, который назывался «Тропшот». «Тропшот», она предполагала ядерную бомбардировку американцами и британцами городов Советского Союза. Это к вопросу о том, кто какие планы, когда вынашивал. Поэтому я считаю, что еще раз, здесь какие-то параллели или точки соприкосновения, наверное, пусть ищут историки, политологи и так далее. У нас есть сегодняшняя ситуация на земле, ясное понимание того, из каких позиций сходит Российская Федерация. Ну и, соответственно, мы видим, что происходит с коллективным Западом. Происходит настоящее беснование во всех смыслах этого слова. Завершить нашу беседу хотел бы еще одним вопросом. Ну, очевидно, что Запад перешел множество красных линий, и в том числе поэтому возникла необходимость проведения спецоперации в Украине. Дикая брусофобия. Мы ее видим ежедневно, снос памятников. Что тут перечислять? Очень много фактов. И вот тут приходит на ум известный афоризм о том, что есть 100 способов выманить русского медведя из берлоги, но нет ни одного, чтобы загнать его обратно. Вот мы видим, это уже очевидно, что русский медведь проснулся. Вот такой вопрос. А он еще в берлоге? А разве он спал? Мне кажется, если говорить о нашей стране, мы использовали буквально каждую, любую возможность для того, чтобы... Не знаю, как, наверное... Ну, очень много было сказано, но давайте я попытаюсь об этом сказать кратко, для того, чтобы найти возможности сохранить тот мировой баланс, который был достигнут миром по итогам Второй мировой войны. Мы готовы были идти и на компромиссы, и к поиску точек соприкосновения, и любые виды переговоров. Мы до последнего момента, несмотря на то, что действительно проявили, мне кажется, недюжие терпение, ведь это же все происходило на фоне введения санкций, ежегодного их продления, бесконечных фактов уничижительного отношения к нашей истории, к нашему развитию, к нашим интересам и так далее. И несмотря на это, несмотря на то, что в 8 лет на наших границах велась чудовищная бойня, в ходе которых с подачей или с полным покровительством, при полном покровительстве Запада киевский режим убивал своих граждан, просто третировал их в связи с их желанием и стремлением сохранить важное для себя в ценностном плане, вот несмотря ни на что мы готовы были и мы проявляли политическую волю для ведения и переговоров, и поиска точек соприкосновения. Поэтому мы делали все возможное и я, честно говоря, считаю, что это была очень активная позиция, есть такое понятие проактивная позиция. Наверное, это она и была. Все возможности, которые мы видели, мы использовали. Но, понимаете, Запад перешел, мне кажется, уже не только наши красные линии, в том-то и суть, что Запад перешел собственные красные линии. Ведь все те высокие заявления о целях и помыслах, которые делались, они были повержены самим Западом. Пожалуйста, и свобода слова, и международное право, и демократия для них, и свобода в целом, как высшие ценности. Это же все было просто растопнуто. Они все это перечеркнули сами. И история последних 15-20 лет дает нам огромное количество примеров. Ни ценность человеческой жизни оказалась для них, не являлась настоящей ценностью. Ни ценность свободы слова тоже не оказалась для них. Никакой ценности. Примеры оккупации, агрессии, бомбардировок стран различных континентов, примеры блокировок средств массовой информации, ареста журналистов, да и просто покушения на их жизнь. Примеры деактивации, активации кризисов в угоду собственной конъюнктуре или создания кризисных ситуаций, там, где их даже потенциально не было. Все это говорит о том, что все то, что Запад ставил себе в качестве собственных красных линий, собственных, не знаю, рубежей, уже было давно переедено и растоптано. С вами здесь нельзя не согласиться. Большое спасибо за разговор, Мария Владимировна. Большое спасибо. До свидания.